На 80% изношены линии электропередач и подстанции в Западно-Казахстанской области. С начала текущего года зафиксировано более 400 аварийных отключений. Об этом сообщил руководитель управления энергетики ЖКХ Западно-Казахстанской области Мирас Мулкай. О том, какие меры принимаются для снижения износа и какая работа была проделана в сфере энергетики ЖКХ за этот год, расскажут наши корреспонденты. Известно, что в Западно-Казахстанской области активно строятся дома, социальные объекты и другие здания. Поэтому растет потребность в электроэнергии. Однако на данный момент электросети и подстанции области максимально изношены. Для снижения показателя планируется в течение трех лет реконструкция 2019,5 километров электрических сетей и оборудования на общую сумму ориентировочно 20 миллиардов тенге. Также составлен план по реконструкции электрических сетей. И, как вам известно, были загрузки по внесению изменений в закон об электроэнергетике. В конце июля месяца был принят данный закон. Соответственно, мы имеем возможность финансирования электрических сетей за счет республиканского бюджета. В настоящее время после внесения изменений в данное законодательство готовится внесение изменений к концепции по развитию ЖКХ. Соответственно, до конца августа мы планируем внесение изменений в виде на бюджетный классификатор. И в сентябре месяце планируем подавать бюджетную заявку порядка на 20 миллиардов тенге. Также в области насчитывается более 2500 многоквартирных жилых домов. Из них 65 – аварийных и более 340 – ветхих. С 2015 года по реализации принципа государственно-частного партнерства снесено 34 аварийных дома, построено 16 новых. Введено в эксплуатацию 1145 квартир, из них 262 – для жителей аварийных домов. В текущем году с республиканского бюджета было выделено 879 миллионов тенге. Это на капитальный ремонт крыши инженерных сетей 26 объектов. Также с местного бюджета было выделено 365 миллионов тенге на капитальный ремонт 18 домов. Соответственно, до конца года мы планируем завершить 44 проекта по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов. В очереди на жилье из государственного фонда по области стоят более 30 тысяч человек, включая около 20 тысяч семей из социально уязвимых слоев и около 4 тысяч многодетные семьи. На 1 августа 2024 года жильем обеспечены 124 нуждающихся гражданина.